Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 ноября. Житие преподобного отца нашего Варлаама Хутынского, новгородского чудотворца. Преподобный отец наш Варлам родился в Новгороде от благочестивых и благоверных родителей. Он был воспитан в страхе Божьем и обучен грамоте. Святой отрок часто и охотно читал божественные книги и особенно боговдохновенные псалмы царя и пророка Давида. С раннего возраста он избегал детских игр, отказывался от всяких мирских удовольствий и был избранным сосудом Святого Духа. Часто он размышлял так. Воистину, жизнь наша кратка и непостоянна. В ней все изменяется, все вертится колесом. Она подобна сонному видению. Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и удалился в пустынное место. За ним последовали Прокопий Малышевич, послигшийся потом под именем Порфирия, его брат Феодор и другие жители Новгорода, желавшие подвязаться в тишине и безмолвии. Святой Варлам принял иноческое пострижение от некоторого священно-инока. Он устроил себе небольшую клеть, где непрестанно день и ночь возносил молитву Господу. Святой ревностно подвязался в постей и трудах, сам рубил дрова, пилил лес, пахал землю, исполняя слова Священного Писания. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Каждую ночь он бодрствовал и молитвою отгонял бесов. Нечистые духи то сами пытались смутить Святого Мужа, то побуждали кого-либо из людей досаждать блаженному. Святой терпеливо переносил все напасти. Хранимый и подкрепляемый десницей Божией. Слава о его подвигах стала распространяться повсюду. Многие начали стекаться к нему, князья, бояре, богатые и бедные. Преподобный Варлам неустанно поучал всех приходивших к нему. Сяда, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправедно, не клянитесь лживо, а давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям, будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Это добродетель, начало и корень всякого добра. Так каждый день поучал блаженный всех приходивших к нему. Сам же усугублял свои молитвы и все сильнее умершлял свою плоть. Через некоторое время он построил небольшую церковь во имя преображения Господа нашего Иисуса Христа. С этого времени возник монастырь. Число братьев все возрастало. Сам святой, как и прежде, вел строгую жизнь. Пищей ему было сочево или земные плоды. И то в самом небольшом количестве. Такую же строгую жизнь вели и прочие иноки. К елею святого пришел однажды князь и просил блаженного благословить его. Святой, приветствуя его, поздравил с рождением сына. Князь удивился этому. И действительно, в отсутствие князя у него родился сын, восприемником которому в святом крещении был сам святой Варлам. Один человек, имевший великую веру в святого мужа, отправился к преподобному с единственным своим больным сыном. Он хотел, чтобы святой помолился об исцелении его сына. Но дорогой больной умер. Святой Варлам помолился. И отрок восстал совершенно здоровым. Однажды наступал великий праздник воскресения Господа Иисуса Христа. Святой послал рыбаков наловить празднику рыбы. Лов был необыкновенно удачен. Рыбаки поймали больших размеров осетра. Но наущаемые дьяволом скрыли его, а в монастырь привезли только остальную рыбу. Святой Варлам с посохом в руках стал рассматривать привезенную рыбу и сказал, «Дети, малые рыбы вы привезли, где же большая?» Рыбаки, удивленные такой прозорливостью святого, упали перед ним на колени, каясь в своем прегрешении и возвратили утаенную было ими рыбу. По Божьему изволению прибыл к преподобному Варламу из Константинополя его сверстник Антоний. Блаженный был весьма обрадован возвращением своего друга. Он передал Антонию управление монастырем, сказав, «Возлюбленный брат мой, Божие благоволение почивает над этой обителью. Ныне я предаю в твои руки этот монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному, но не смущайся с ним. Телом я покидаю вас, Духом же всегда буду с вами». Преподав наставление своей братье, заповедав ей соблюдать православную веру и постоянно пребывать в смирении, святой Варлам передал, предал свою душу Господу. Владыка Новгородский с подобающим благолепием, со свечами и духовными песнопениями предал погребение его честное тело. Блаженная кончина преподобного Варлама последовала 6 ноября 1192 года. Ныне же он вместе с ликами праведных прославляет Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова